Меня зовут Шабранова Татьяна, и я сертифицированный тренер компании Гильтек и косметолог, преподаватель. Я очень многим, возможно, известна, кому-то неизвестна, преподаватель депиляции. Очень долгие годы возглавляла Академию депиляции. И вторая моя специализация – это бровистика, поэтому я сегодня буду проводить для вас, надеюсь, что очень интересный семинар по сочетанию вот таких вот декоративных косметических процедур и процедур эстетической косметологии. Потому что очень важно понимать, почему что-то пошло не так. Это очень моя любимая тема, да, и как их сочетать именно в салонных условиях. Наши клиенты очень часто обращаются к нам с такими, прошу прощения, с такими просьбами, да, у меня очень мало времени, мне надо сегодня получить и депиляцию, и уход за лицом, и лифтинговые процедуры мне тоже нужны, да, то есть это либо, как правило, процедуры на выход, да, когда хочется все и выглядеть супер, плюс вот эта вот подготовка к отпуску, да, сейчас в наше время действительно очень сложно что-то планировать, и опять же у наших клиентов появляются такие задачи, да, выбралось время, хочу поехать, надо сделать и депиляцию, похудеть очень быстро и привести себя в порядок, лицо, тело. Но, как правило, вот такие вот обширные процедуры, да, такие обширные задачи приводят иногда не совсем к нужному результату. Я надеюсь, что тема интересна, многие сталкивались, возможно, с этим, да, то есть у меня на самом деле очень часто возникает проблема именно с татуажем и окрашиванием, почему-то не могу переключить слайд, сейчас одну секунду. Вот, заработала. Отлично. И продолжу, да, тему. Именно вот такие сочетания очень часто приводят к плачевным результатам. По идее, мы иногда имеем и некачественный татуаж, и непонятную процедуру, хотелось лучше, да, хотелось лифтинга красоты, по итогу мы получаем там раздражение, недоделанную процедуру, некомфортную, да, и иногда большое количество аллергических реакций, которыми это может сопровождаться. То же самое касается не только татуажа, да, там, и депиляции, но еще и многие сталкивались, возможно, в комплексе, когда выполняется процедура, да, приходится покрасить ресницы, приходится делать брови, как хной, так и красителем оксидным. И во время такого комплекса иногда случается, что не взялся пигмент, да, оксидный, не покрасились волоски. В случае хны очень часто тоже плачевные результаты, не покрасились волоски, не окрасилась кожа, да, и в итоге мы получаем недоделанную процедуру, и клиент недоволен, не получен результат, поэтому сразу хочу сказать, да, то это очень часто встречается в салонных процедурах, поэтому буду сейчас с вами делиться своими наработками, как сочетать, да, и как улучшить результат уже действующих процедур, как сделать такой комплекс с декоративной косметикой, да, с декоративной я имею в виду окрашивание бровей, окрашивание ресниц, в бровистике архитектура бровей при помощи хны, с татуажем подробно разберемся, и поэтому в конце идеальное вообще сочетание вам расскажу, перейдем когда к телу, расскажу идеальное сочетание процедуры депиляции, когда комфортно можно провести процедуру, да, и еще, ну, немножечко похудеть, создать красивый рельеф, да, потому что тоже, возможно, вы сталкивались с тем, что иногда после процедуры депиляции наши клиенты идут на какое-то мероприятие, это могут быть события, ну, для некоторых девушек иногда значимые, да, то есть это касается близости интимной, да, и чтобы предотвратить какие-то неприятные реакции, да, то есть вот такие комплексные процедуры я сегодня буду с вами обсуждать, возможно, кому-то это очень пригодится, потому что в летний период как раз и можно поехать быстро в отпуск, да, приведя себя в порядок без раздражений, там, врастание волос, без высветшего татуажа, да, и при этом еще выглядеть отлично. Я не буду касаться инъекционных методов, да, потому что это очень индивидуальная и аппаратная косметология, да, то есть каких-то лечебных процедур, но все равно буду работать, да, то есть и рассказывать вам в комплексе, да, как и базовую процедуру провести на разной коже, да, и еще не испортить такие деликатные процедуры, которые способны скорректировать часть внешности, да, то есть, во-первых, к плачевному результату всегда приходят, приводят, как написано на слайде, да, у меня это несколько повреждающих процедур, как правило, татуаж у нас тоже является процедурой повреждающей, да, и поэтому с большинством инъекционных методик лазерной терапии, некоторых видов физиотерапии, да, они не сочетаются. И что очень часто еще приводит к плачевному результату, да, это взаимоисключающие компоненты в составе средств, используемых во время процедуры, да, то есть у нас сегодня слушатели, которые с нами давно, возможно, вы и читали у нас на сайте, да, то есть и Ирину Викторовну слушали, да, то есть когда в процедуре используются, например, кислоты и пептиды, и кислоты снижают действие пептидов, эффекта не происходит такого, да, явно выраженного, да, иногда даже получается отрицательный эффект, да, точно так же, как использование в комплексе, да, там ретиноидов, пептидов и других компонентов, да, то есть это все к декоративной косметике тоже относится. И начну, наверное, с обычного окрашивания и перейду к татуажу. Иногда на самом деле лучше, если это перед поездкой или если это какая-то вау, нужен результат там буквально в течение недели, то лучше избежать татуажа, да, и воспользоваться, например, архитектурой правей при помощи хны. Процедура достаточно комфортная, да, не такая дорогостоящая, и крайне редко дает какие-то негативные результаты. При этом мы получаем такую примерку того же татуажа, да, на какое-то время. Как правило, можно включать в любые процедуры, если у клиента нет аллергической реакции на окрашивающее вещество, да, то есть вот этот вот пигмент лавсон, который находится в хне, да, он окрашивает кожу и, собственно говоря, кератин волоса, поскольку он окрашивает вот сам кератин. И отсюда следует, да, то, что сам пигмент обволакивает как бы волосок, он не попадает вовнутрь волоса, то есть это механический краситель, это мелкий помол хны, и из этого следует то, что не будет сочетаться и не сядет, плохо сядет, будет цепляться плохо на коже и на волосках, соответственно, когда и на коже, и на волосках лежит толстый слой крема, массажных масел, да, если мы проводили какую-то такую процедуру, именно массажную, ну, увлажняющую, очень хорошо способствует закреплению хны, да, то есть те процедуры, где вы использовали жирные кремы, где вы использовали массажные средства, соответственно, после таких процедур не будет держаться биотатуаж, она не будет цепляться ни к волосу, не будет цепляться на коже, очень часто можно встретить такое явление, да, что у клиенток с жирной кожей, у таких девушек, ну, и женщин очень плохо держатся хна на коже и на волосах, здесь можно очень неплохо, если нет аллергических реакций, то есть когда вы проводили процедуру пилинга перед этим, неважно какого, да, то есть это может быть и ультразвуковая чистка, травматичные чистки при помощи энзимов, да, это может быть даже и химические пилинги, если вы проводили поверхностные, да, которые монокомпонентные, не обширные, да, чтобы понимать, не будет аллергической реакции, да, то есть в этом случае у вас окрашивание пройдет отлично и будет долго сидеть на коже биотатуаж и окрашивание хной. Единственное, есть агрессивные компоненты, с которыми сам пигмент лавсон, да, то есть сама хна не сочетается, это сразу хочу отметить, да, то есть глубокие химические пилинги, да, то есть когда кожа уже раздражена, и все раздражающие компоненты. И также сразу хотела бы сказать, буду потом об этом рассказывать, ну, сразу хотела бы сказать, да, то есть если ваш клиент находится в курсе или на курсе осветления, да, то есть борьбы с пигментацией, то все осветляющие компоненты не дадут вам окрасить ни кожу, и волос будет окрасить тоже сложнее. Иногда вызывает раздражение на коже, вызывает дополнительное шелушение, потому что очень многие ингредиенты, которые способствуют отбеливанию пигментации, да, не сочетаются именно с красящим пигментом лавсоном. По поводу окрашивания бровей краской, которая оксидантная, тоже, возможно, многие у вас после процедур встречали такую реакцию, да, в основном, на самом деле, это домашнее окрашивание, то есть после процедур агрессивных химических пилингов, многокомпонентных, кожа в области бровей очень долго шелушится. Это нормальное явление, да, потому что оксидантное окрашивание подразумевает то, что вы смешиваете краска щелочная, да, и оксид для того, чтобы произошла реакция и произошло окрашивание волоса, а также будет влиять на кожу, соответственно, вы усилите эти реакции, и будет шелушение в области бровей, возможно, покраснение у особо чувствительных клиентов, точно так же усиливается сама процедура и в области бровей раздражения. Многие косметологи и большинство косметологов, да, защищают область бровей во время проведения пилинговых процедур, да, но не всегда это спасает, поэтому здесь все должно быть деликатно. И перейду, наверное, сразу к процедурам татуажа, потом буду все равно возвращаться. Несочетаемые процедуры именно с татуажем, прежде всего, это химический пилинг, для того, чтобы начать процедуру проведения татуажа, должно пройти более трех, а лучше четырех недель, даже если составы не наносятся на эту область, да, то должно пройти между процедурами три-четыре недели. И в одной процедуре я встречала не сама, я встречала и клиентка, об этом рассказывала, да, такой вариант, что после процедуры химического пилинга проводилась процедура татуажа, да, при этом татуаж не взялся, была очень глубокая травматизация кожи, и, соответственно, любые кислоты не дадут вам закрепиться пигменту в коже, и поскольку сами пигменты, это, как правило, оксиды, это сложные минеральные комплексы находятся в пигментах для татуажа, да, то есть под действием некоторых видов кислот, они разлагаются, меняют свою валентность, и мы получаем нежелательный цвет. То, что касаемо проведения химических пилингов уже после, да, то есть это должно пройти также более четырех, а иногда восьми недель, чтобы прошел полностью процесс заживления. По поводу солярия и татуажа, это вот моя личная больная тема, да, потому что про татуаж девушки вспоминают именно либо в период загара, да, хотя сейчас тенденции меняются, да, ну, у меня вот, например, такой опыт летом, под лето, да, во-первых, процедура татуажа не выполняется в день, когда вы получили процедуру солярии или же после пляжа пришли, да, поскольку пигмент ложится неровно и меняется цвет на свежезажившей коже, поэтому посещение солярия, пляжей, да, где-то тоже в течение месяца нежелательно. Если это неизбежно, то после заживления татуажа, да, то есть лучше использовать 50% защиту от солнца, потому что пигментация на зоне проведенного татуажа получается в два раза сильнее, пигмент в этом тоже участвует. По поводу, очень многие знают, да, что при помощи лазера, и это очень сейчас популярно, выводятся татуировки, убирается нежелательный татуаж, очень эффективная и комфортная такая процедура для удаления у специалиста, но почему-то никто не задумывается, что карбоновый пилинг, да, то есть я не имею в виду, то есть я имею в виду полноценную процедуру, да, тоже процедура проводится при помощи лазерной терапии, и здесь с пигментом в коже происходит то же самое. Вот, наверное, это очень важно знать для косметологов и для наших клиентов, потому что процедура действительно, карбоновый пилинг достаточно эффективная и показывает хорошие результаты его умоложения, да, и внешний вид получается очень хороший, да, но если ваши клиенты, носители татуажа, если ваши клиенты планируют, да, делать татуаж, то или у вас нечаянно на процедуре, такое тоже бывает, оказался клиент с татуажем бровей, губ, глаз, то зону татуажа нужно закрывать обязательно материалом, который не пропускает лазерное излучение. Почему? Потому что происходит деградация пигмента, да, то есть он меняется, то есть происходит инверсия пигмента и очень быстрое вотцветание, то же самое удаление татуажа, да, то есть происходит очень быстрое вотцветание, когда клиент уходит глубже в кожу, рассеется в ней, мы не получаем жестких, ну, красивых, четких линий, да, при этом может быть изменение цвета, особенно если это область губ, можно получить из красивого розового цвета, какой-нибудь серо-синий, брови сереют, синеют. Кстати, вот изменение цвета уже живущего татуажа при поверхностных пилингах никак не влияет, да, если срединные и глубокие пилинги, то тоже может быть изменение цвета в сторону синего. у меня как раз есть показательный такой слайд на следующей странице, да, то есть о том, как происходит заживление пигмента, где он находится в коже, если сегодняшних слушателей нет, если на сегодняшний день среди слушателей нет мастеров татуажа, да, или кто-то, может быть, занимается микроблендингом, да, то мастера об этом знают, кто не занимается, для, думаю, что для косметологов будет тоже интересно, и для клиентов наших, которые с превеликим удовольствием иногда слушают потом наши семинары, это очень важно. Сначала пигмент какое-то время находится на поверхности кожи, да, через 2-3 недели проходит первое заживление, да, то есть пигмент все равно находится на поверхности кожи, и только лишь до конца он укладывается спустя 2-3 месяца. Находится он... При правильном татуаже, возможно, многие встречали татуаж такой первичный, в котором много, даже не первичный, а старый татуаж, да, который выполнялся там много лет назад при помощи либо татуировочного оборудования, да, либо некачественного оборудования, да, когда пигмент закладывается очень глубоко, практически в дерму, вот если пигмент лежит где-то глубоко в дерме, да, то он всегда будет синий, не важно, какой цвет вы положили, он все равно будет синеть, это свойство, собственно говоря, пигмента, и так он будет себя ввести в глубине кожи, потому что идеально, когда пигмент лежит в эпидермисе, буквально вот на переходе не в верхнем роговом слое, тогда поверхностное нанесение татуаж уходит где-то в течение полугода, да, где-то прям на стыке дермы и эпидермиса, там именно самый красивый у нас татуаж и лежит, но вот укладывание пигмента в этом слое происходит где-то через 2-3, ну, 3 это максимум в течение 2-х месяцев, и вот как раз глубокие пилинги тоже могут влиять на цвет пигмента, да, то есть и увлечение, опять же таки, вообще химическими пилингами может, мы усиливаем с вами регенерацию кожи, да, то есть и происходит постоянное обновление, и пигмент начинает опускаться все ниже и ниже, и, соответственно, он синеет. Этим тоже на это стоит обращать внимание, поэтому многие косметологи, большинство косметологов активно закрывают область татуажа защитными кремами, либо ее вообще не затрагивают, но это очень сложно не затрагивать, да, то есть далее что хотелось бы сказать, то есть по поводу химических пилингов я рассказала, а, мезотерапия, биоревитализация в сочетании с татуажем. Я сейчас наверное сакцентируюсь больше на декоративную часть, или может быть даже и последовательно буду рассказывать, да, то есть я не буду говорить о том, что хотя и в моей практике, и в практике некоторых косметологов такое тоже случалось, вот клиент пришел и сегодня хочу, вот я все равно зажевать, да, сидеть несколько дней дома, я сегодня сделаю и мезотерапию и сделаю татуаж, да, такое бывает, ну, как правило, большинство косметологов отказывает клиентам, да, в избежании каких-то непонятных тоже реакций, вот, но здесь хотелось бы поговорить о последующей мезотерапии, да, пройти между процедурами татуажа и мезотерапии где-то до двух недель, потому что многие вещества, которые будут вводиться, да, в кожу, они могут не сочетаться с составом пигмента и цвет может тоже деградировать, то есть, поэтому после мезотерапии должно пройти где-то одна-две недели, да, прежде чем провести процедуру татуажа, а вот после заживления должно пройти более месяца, там, более трех-четырех недель, чтобы цвет плотно, красиво лег, да, и радовало и вас, и клиента, да, поэтому интервалы, как после мезотерапии, да, так и после биоревитализации, лучше большой срок, чтобы прошел и не было неприятных последствий. В основном это все больше влияет на цвет татуажа, и многие, опять же, клиенты, не понимая, не знаю, интересно, интересно, да, то есть, вот увлечение микронидлингом, применение мезороллера в домашних условиях, клиенты сами себе иногда делают такие процедуры и потом удивляются, почему вот цветает татуаж, или же он уходит в более глубокие слои синеет и меняется цвет, потому что пигмент татуажа это неоднородная среда, да, то есть, он рассеивается в коже мелкими частями, он не лежит плотно, ровным слоем, да, рассеивается, при этом, когда вы внедряете какие-то вещества, да, пытаясь улучшить собственное состояние, да, то есть, он все равно будет взаимодействовать с пигментом, а это не всегда сочетаемые компоненты, да, то есть, и что-то будет страдать, либо пойдет аллергическая реакция, да, на какой-то коктейль, да, либо в основном страдает татуаж, пигмент начинает, либо, повторяюсь уже, либо уходить во внутрь кожи, либо выцветать и принимать неприятные оттенки. По поводу биоретализации, кстати, такой вопрос и контурные пластики губ очень часто задают вопросы и косметологи, и врачи, что лучше делать раньше, татуаж, да, или же провести ряд инъекций для изменения формы. Здесь хотелось бы тоже отметить, что разница между процедурами должна быть, как правило, вот в случае контурной пластики губ, да, то есть должна быть разница где-то полтора-два месяца, как, если вы будете делать инъекции до татуажа, точно так же и после. Поскольку здесь решается проблема асимметрии, и лучше всего изначально, если это молодая девушка, да, лучше всего изначально провести коррекцию, выровнять при помощи инъекций, если речь идет об асимметрии и после этого нанести татуаж. В случае возрастных клиентов, когда есть глубокие кисетные морщины, когда есть складки глубокие на коже гиперкератоз, лучше сначала провести контурную пластику, поработать, возможно, еще дополнительно провести косметические процедуры, да, по улучшению состояния кожи, потому что может быть растекание пигмента, не будет четкого контура, либо пигмент будет в глубине морщины, на дне морщины расплываться и вся прелесть от татуажа просто уйдет, да, то есть это будет волнистая линия, либо потекший пигмент не будет четкого контура, да, то есть здесь когда что лучше делать в начале, что делать после, вопрос о задаче, которую вы преследуете, если это выравнивание асимметрии, возможно, небольшого объема, то тогда татуаж лучше проводить после, уточню почему, да, потому что небольшая асимметрия подразумевает при помощи татуажа, на самом деле, не очень красиво получается выводить асимметрию, потому что татуаж будет лежать достаточно больше красный каймой губ, и это будет заметно, он никогда не заменит естественный валик, да, и поэтому все-таки лучше сначала выровнять инъекционным способом, если клиент этого хочет, да, либо и потом провести процедуру татуажа, если клиент не хочет, да, то, возможно, можно сделать татуаж, например, без четкого контура, чтобы слегка выровнять асимметрию, не акцентировать, потому что татуаж на коже выглядеть будет неестественно, и любые потом косметические процедуры, да, будут делать это более явно выраженным. Я заведомо здесь не поставила сочетание процедуры татуажа и ботултоксина, на самом деле здесь мнение вообще специалистов в области татуажа и моего в том числе иногда разнится, да, поскольку когда лучше делать, там, до проведения инъекции ботокса, да, либо после, на самом деле и насколько, на самом деле здесь должно быть нечто среднестатистическое, потому что, возможно, тоже многие из вас наблюдали картину, когда уже готовый татуаж есть, да, сделали инъекции ботултоксина, да, и получилась глобальная такая асимметрия, и пока действия ботокса есть, да, то есть это очень заметно, поэтому должно быть, ну, на мой взгляд, нечто среднее, да, то есть не свеже сделанная процедура, да, а именно должно пройти какое-то время, чтобы часть мимики вернулась, а это, как правило, да, то есть через два, ну, на третий месяц после проведения процедуры инъекции ботокса, да, то есть здесь все-таки нужно учитывать, что есть активная мимика и татуаж, да, который находится на коже будет очень заметно себя вести. И физиопроцедуры, в том числе и массаж в сочетании с татуажем. Накануне или же в день не делаются практически никакие физиотерапевтические процедуры и массаж стимулирующие, да, они не только, будет усиливаться кровоток, будет усиливаться, опять же таки, реакция кожи, иногда очень тоже я в своей практике, это вот мой личный случай, когда клиентка проводила не у меня процедуры, да, не сказала, и уже когда мы начали процедуру, было понятно, потому что татуаж, как правило, активно не кровит, он сопровождается мягким, лимфа будет выделяться, да, в течение какого-то времени, но это не сопровождается какими-то прям кровотечениями, поэтому этого быть не должно, это всегда видно, когда проведены были какие-то стимулирующие процедуры, да, можно процедуру провести за день, да, допустим, накануне, но не день в день, то есть вообще все агрессивные процедуры и все стимулирующие процедуры, почему в показаниях, да, то есть и в рекомендациях для преподготовки к проведению процедуры татуажа, да, там стоит отменить агрессивные процедуры, опять же, точно так же, как химическим пилингом стоит отменить ретиноиды, да, вовнутрь, химические какие-то препараты, кислотные препараты не рекомендуется, я имею в виду косметические средства, да, не рекомендуется наносить на кожу, да, в избежание не, в избежание, опять же, таки, излишней, излишнего выделения лимфы, кровоточивости, да, и стабилизации для того, чтобы стабилизировать пигмент в коже. После проведения татуажа, да, то есть, можно вернуться к активным процедурам спустя 3-4 недели, да, чтобы был, полностью прошел процесс заживления. у меня вот стоит еще на слайде, что 2-4 дня нежелателен массаж тела, здесь то же самое, да, то есть, чтобы не усилить кровоток и не спровоцировать какой-то воспалительный процесс и всегда проводить дополнительный уход. у наших клиентов, то есть, я надеюсь, я свои мысли до вас донесла и было полезно очень, да, то есть, какие основные проблемы, перейду уже к таким процедурам, которые можно в принципе сочетать с процедурой татуажа, да, иногда очень плохо, когда клиент за кожей не ухаживает, да, или же клиент, например, клиент с жирной кожей очень плохо приживается татуаж, тоже иногда, например, некоторые техники татуажные некрасиво ведут у клиентов сакна с жирной кожей, плюс эти клиенты, как правило, используют агрессивные средства, это кислотные средства, спиртовые настойки и препараты из аптеки, которые они сами себе прописали, и татуаж ложится очень плохо, да, но это можно увидеть непосредственно на процедуре и процедура, что можно сделать, например, если вот прям очень надо клиенту привести себя в порядок и у него есть неделя на заживление татуажа, да, к примеру, и посещение какого-то мероприятия, да, то есть какие проблемы стоит решить одновременно, да, то есть это если обезвоженность, да, убрать небольшую отечность, выровнять цвет лица, да, ну и у меня вот там написано, да, то есть изменение цвета бровей и ресниц, можно провести любое окрашивание, я обычно перед мероприятиями какими-то не рекомендую даже за неделю проводить процедуру татуажа, потому что заживляемость у всех разная, да, у кого-то за 3-4 дня заживает, у кого-то заживает в течение недели, у кого-то еще остаточное шелушение может проходить в течение полутора-двух недель, это нормальное явление, и все клиенты ведут себя по-разному, у них уход тоже разный, кто-то четко следует протоколу ухода, кто-то четко следует с разницей наоборот, есть народные средства, которые клиенты очень часто используют, да, допустим, как я уже в начале говорила, да, то есть для важного мероприятия лучше все-таки воспользоваться процедурой архитектуры бровей при помощи хны, или же просто окрасить брови и ресницы и решить вот супербыструю процедуру провести и сделать процедуру вау-эффекта, да, это лучше не использовать в практике опять же татуаж, но иногда, допустим, в некоторых случаях при очень сухой коже или же когда нельзя, наверное, такие вещи говорить, да, то например, зимой это клиент пришел с мороза, да, раздраженная кожа, в летний период это может быть возможно после загара немножечко в области скул бывает или на лбу не в месте, не в самом месте, где мы будем проводить процедуры, да, а бывает раздраженная кожа, да, и сухая, то ряд процедур можно сделать, например, если жирная кожа, на можно провести процедуру от травматичной чистки, да, то есть это нужно провести ультразвуковую чистку, нанести успокаивающие компоненты, да, то есть средства, которые не будут в диссонансе с пигментами, да, если это сухая кожа, ну, у меня самый любимый вариант, да, такой вот экспресс процедуры и отправить клиенту на заживление, да, то есть это всем известная у нас она практически самая популярная маска экспресс процедуры, это смешивание геля для сухой кожи нео, да, и лосьона, когда смачивается тканевая маска, когда наносится сначала гель нео, потом тканевая маска смачивается в лосьоне нео смешанным с гелем, наносится в виде такого компресса на кожу, многие ее называют там мать-невесты, фарфоровая кожа, кукольная кожа, да, она у нас очень популярна в качестве экспресс процедуры, когда ничего сделать нельзя, поскольку в средствах серии нео везде есть липосомальный дегидрокверцетин, который будет действительно оказывать и легкое противовоспалительное действие, да, он выравнивает тон кожи, цвет кожи, хорошо очень, такой сосудопротектор, да, и не даст вам активного выделения лимфы, уберет покраснения какие-то, если они были, да, и выравнивает кожу, поэтому легкий лифтинг эффект, да, за счет, опять же, таки, того, что все-таки он сосудопротектор, и после этого можно провести процедуру татуажа, да, и уже отправить клиента на заживление. Если интересно средства, не если интересно, а интересно средства по заживлению татуажа, которые есть в компании Гильтек, которые помогут сделать цвет и остаться с хорошим татуажем надолго, да, они у нас сейчас появились на сайте, там есть чек-лист этих средств и протокол по использованию, я потом, если вы откликнетесь, я вам его продиктую. Дальше массажи, да, как я уже говорила, что активно какие-то лифтинговые, энергичные массажи проводить нельзя, в том числе и массаж тела, но например, я иногда позволяю себе провести лимфодренажный массаж, либо обычный классический массаж, только по нисходящей, чтобы немножечко успокоить кожу, опять же, массаж по гелю, жирные кремы у нас для таких вещей не подходят, да, и в случае, опять же таки, татуажа, это мягкий домашний уход, для идеального вообще заживления татуажа, и в случае, допустим, если вам пришлось проводить какую-то процедуру, да, то это интенсив регенерация, с ним, наверное, знакомы практически все наши косметологи, препарат, который был специально разработан для завершения повреждающих именно процедур, да, это химические пилинги, лазерная терапия, фототерапия, да, но он себя уже очень хорошо показал, в моем случае, это больше 7 лет при заживлении татуажа, и депиляция в том числе, кто присутствовал у нас на прошлом вебинаре, я рассказывала как о интенсив регенерации, как о средстве, если заживлении травматичных случаев депиляции, это и в лазерной депиляции, да, и после электроэпиляции идеальное средство, ну, вот по заживлению татуажа мы наносим его сразу после процедуры, далее оставляем, убираем излишнюю лимфу, оставляем его, и только после прошу прощения, смотрите, сразу мы закрываем татуаж средством интенсив регенерации, в течение часа будет, все равно будет выделяться лимфа, мы ее промакиваем, и снова наносим интенсив регенерацию, а уже после, на следующие сутки мы будем использовать более кремовые, жирные средства для заживления, это могут любые быть средства с депантенолом, иногда применяется мазь, именно мазь салкосерил, либо специализированные средства, которые есть у каждого бренда, которые производят продукцию для татуажа, для татуировки, но для того, чтобы избежать непонятных реакций, раздражений, то интенсив регенерация позволит вам быстро, хорошо заживить область татуажа и татуировки в том числе, и избежать каких-то побочных явлений. косметика, которую не стоит действительно использовать в сочетании вот с такими декоративными процедурами, это ретиноид, то есть косметика, которая содержит в своем составе ретинол, АХБХ, кислоты, кислоты любые, потому что изменение цвета татуажа может быть, все осветляющие компоненты, витамин С в том числе, это все то, что связано с окрашиванием и татуажа, и с окрашиванием бровей и ресниц при помощи ХНИ, осветляющие компоненты стоит исключить. И масла, в том числе эфирные, как накануне, отменить препараты, если используете содержащие данные ингредиенты, лучше за неделю, крайний срок где-то 3-4 дня, чтобы ввести нормально пигмент и способствовать его закреплению. татуажа. Какие косметику стоит использовать, чтобы долго сохранился ваш красивый татуаж, она должна содержать компоненты, которые будут способствовать фиксации пигментов кожи и сохранению его на долгий срок, плюс быстрому заживлению без воспалительных процессов. прежде всего это всем хорошо известный знаменитый алоэ вера, который позволяет еще и решить много вопросов в случае вообще общего состояния кожи. Очень многие косметологи, я знаю, прекрасно используют гель алоэ вера просто после химических пеленгов для улучшения состояния кожи. Витамин Е будет способствовать быстрому и комфортному заживлению кожи, депантенол и растительные экстракты, которые способствуют регенерации и снижают риск развития каких-то побочных реакций. Сразу хотела обратить внимание, что у компании Гильтек для таких целей, помимо интенсив регенерации, есть еще несколько средств. 3D увлажнение сыворотка вам тоже всем хорошо известная, несмотря на ее название, помимо того, что она действительно очень хорошо увлажняет, помогает восстановить и удерживать влагу в коже, поскольку в ней три вида гиалуроновой кислоты, в ней есть еще дифупарин, то есть это гексапептид, который способствует улучшению состояния кожи и улучшению ее заживляемости, сыворотка когда в составе есть еще алоэ вера, поэтому когда проводятся вот такие агрессивные процедуры и лучше поменять возможно какое-то средство, где есть возможно более эффективные компоненты, да, но здесь сыворотка будет решать несколько вопросов, да, то есть помогать с оживлением того же татуажа безболезненно, я не говорю о том, что мы наносим это на сам татуаж, да, на свеженанесенный, на свеженанесенный мы с вами будем использовать только интенсив, можем использовать только интенсив регенерацию, а вот для всего остального, всех остальных частей лица, да, то есть в качестве сыворотки, возможно, для кого-то это будет основное средство, это сыворотка 3D-овлажнение, она у нас выпускается как во флаконе 30 мл, так у нас всегда есть мини-доза, которую можно выдать клиенту, да, для последующего ухода первые несколько дней. также на что хотела бы обратить внимание, на какое средство, да, также мне очень нравится в сочетании, да, в домашний уход, когда идет процесс заживления татуажа, да, рекомендовать и при этом поддерживать свою кожу в домашних условиях, да, создать еще хороший лифтинг, да, это еще у нас есть сыворотка интенсив омоложение, да, помимо того, что там есть и гиалуроновая кислота и активные компоненты, способствующие улучшению регенерации, да, то есть она еще дает очень неплохой лифтинг и выравнивает рельеф. кстати, рельеф кожи становится в составе есть бета-глюкан, который еще и ускоряет процесс, неправильно говорю, не процесс заживления, он действительно будет способствовать снятию воспалительного процесса, да, если он есть, и будет способствовать именно выравниванию кожи. Я ее несколько раз в процедурах использовала после удаления татуажа, это уже после заживления, чтобы избежать появления ровца, но это просто как уходовое средство, то есть не как специальное средство, а как помощь средству заживляющему, да, и результат мне понравился больше, нежели без интенсив омоложения. по поводу, наверное, процедур таких я вроде все рассказала, да, то есть что можно, что нельзя, хотела перейти к телу, но нет, наверное, знаете, еще хотелось бы обратить внимание, да, на некоторые средства, поскольку, наверное, у вас клиенты тоже делают татуаж, даже если не вы это делаете, они к вам приходят после каких-то таких процедур, да, хотелось бы таки по экспрессу ходу еще обратить внимание на такую маску аква удовольствия, да, которую можно провести перед процедурой татуажа, кстати, на сухой коже татуаж с одной стороны закрепляется лучше, да, то есть можно создавать необыкновенно красивые рисунки в татуаже, кожи, но при этом у сухой кожи плотность самой кожи, то есть кожа тонкая, и это всегда самая сложная и деликатная работа. Для в качестве подготовки для татуажа можно использовать как в домашних условиях, так и включать в ваши обычные уходовые процедуры маску аква удовольствия, в составе которой у нас комплекс аквасил, который позволяет активно удерживать влагу в коже и есть экстракты сосудопротекторы, которые еще помогут избежать вам активного выделения сукровицы во время процедуры, но это в качестве подготовки или возможно домашнего ухода перед процедурой именно для сухой кожи. Также маску аква удовольствия у нас по протоколу можно использовать во всех увлажняющих процедурах. Если такой вариант, к примеру, когда мы делаем татуаж области губ или ваш клиент собирается сделать у какого-то мастера, но при этом клиент не хочет делать инъекционные методики, уже появились кисетные морщины или это совсем возрастной клиент. Здесь кстати можно тоже включать и наносить эту маску прямо на область губы, захватывая немножко верхний край, область красной каймы захватывая, то есть ее прямо практически на губы распределять во время процедуры, татуаж будет ложиться лучше на кожу в хорошем качестве и очень многие средства, помимо маски Аклу удовольствия, мне еще нравится, я повторюсь, сыворотка интенсив омоложения, она у нас находится в серии антиэйдж, очень многим хорошо знаком, потому что это постоянный продукт, гильтек, это не новинка, но действительно помогает улучшить состояние кожи именно перед процедурой татуажа, кожа становится плотнее, главное ее не переувлажнить и прекратить все процедуры до за сутки, вот то, что касаемо увлажняющих процедур со средствами гильтек, это где-то за сутки лучше прекратить, ну единственная процедура, которая, если это необходимо, необходимо, то это можно сделать день в день, это как раз то, что самая наша знаменитая процедура фарфоровая кожа, то есть это средство серии NEO, это гель увлажняющий для сухой кожи и лосьон NEO. по заживлению татуажа уже именно на зажившей коже я бы, наверное, ну это больше к губам относится, я бы, наверное, порекомендовала все-таки наш крем с церамидами, который позволит аккуратно кожа сухая после процедуры, когда прошел процесс заживления, да, иногда бывает вторичное сшелушение и для того, чтобы улучшить состояние кожи губ, наша сыворотка с церамидами очень мягко восстанавливает кожу, можно ее наносить под макияж и на коже губ она будет мало того, что защищать, даст максимальный комфорт во время еды, нанесения макияжа, если вы будете этим пользоваться, да, плюс нам будет способствовать более легкому заживлению татуажа, именно уже вторичному заживлению и сохранению стойкости цвета. То, что касается области бровей, здесь первые полтора месяца, поскольку лето на область татуажа сразу после заживления, сразу после того, как шелушился заживший татуаж, фото защита, чтобы избежать деградации цвета, чтобы опять же избежать повторного шелушения кожи, да, лучше использовать все-таки фотозащиту не менее 30, а лучше фотозащиту использовать 50, собственно говоря, и на область губ, тоже после заживления татуажа очень хорошо наносить средства с фотозащитой. Есть сейчас выпускаются специальные помады, кремы, есть уже и декоративные помады с фотозащитой, да, это очень хорошо, блески, различные гели, да, но если кто-то не пользуется, да, то можно использовать опять же таки наш крем мульти протектор SPF 50 Oil Free на область бровей я прям настойчиво рекомендую, чтобы избежать деградации цвета. Возможно, многие тоже уже замечали, что за лето практически весь татуаж выцветает. Про крем, про декоративную косметику никто не забывает, да, а вот про то, что нужно защитить татуаж от ультрафиолет, причем способствует более быстрому цветанию, да, и деградации пигмента. Поэтому тоже нужно на это обращать внимание. И далее перейду к телу. Я надеюсь, что действительно будет вам полезно то, о чем я рассказываю, поскольку депиляция очень многие косметологи относятся так, не процедура. Но, например, вынужденно все равно мы ее проводим летом и для того, чтобы улучшить состояние кожи. Я не буду сегодня рассказывать про врастание, волос, про то, как его надо лечить, исправлять. Был семинар, я вкратце говорила, если нужно, можно вообще подготовить протокол гильтек против вросших волос, потому что компания очень давно создает средства, которые способствуют именно избавлению клиента нашего от вросших волос. Я поговорю о срочной депиляции сегодня, когда как не это, наверное, самые частые нарушаемые протоколы процедуры у клиентов. То есть, как правило, не рекомендуется после проведения процедуры депиляции ходить в спортзал, плавать в бассейне, в открытых водоемах, секс не рекомендуется сразу после процедуры, но, как правило, это все сразу же нарушается, поскольку не только, точнее, клиенты наши к этой процедуре относятся очень естественно. Сразу хочу сказать, что сейчас тоже очень модно стало проводить процедуру депиляции и процедуру пилинга одновременно. Это единственное, наверное, что не рекомендуется. Если нет каких-то конкретных показаний, то есть, это могут быть специализированные процедуры, которые назначил врач, в каких случаях это применимо. Хотя я знаю, что очень многие мастера депиляции, которые работают с специализированными брендами, очень часто используют, например, там, салициновый пилинг после процедуры депиляции в качестве профилактики вырастания волос, фронкулеза, с которым они сталкиваются. Я не всегда понимаю, не всегда оправданно, многие косметологи знают о том, как ведут себя химические пилинги, и вообще процедура пилинга и депиляции несовместима. Если даже пилинг делать до процедуры депиляции, я не говорю про механический пилинг, который при, например, гиперкератозе рекомендуется сделать перед процедурой шугаринга. Я говорю о таких настоящих пилингов, поэтому не рекомендуется и будет являться противопоказанием. Горячие обертывания – это в случае «хочу быстро похудеть и завтра уезжать». мы делали процедуры похудения, обертывания, массаж, сауна. Вот такие процедуры с депиляцией несочетаемы, но я очень часто встречаю, опять же, что в комплексе спа-терапии, спа- даже депиляции есть такое название, такое проводится, что очень часто приводит к некорректным результатам процедуры, раздражению, еще усугублению того же врастания. То есть горячие обертывания, если еще холодные обертывания, можно по состоянию кожи клиента провести на сегодняшний день, не всеми средствами для депиляции, то есть нужно очень четко подходить к выбору средств для депиляции, именно когда вы совмещаете процедуры, то вот они стопроцентно не сочетаются. еще не включила я, у меня нет на слайде, потому что например, только недавно я об этом вспомнила, хотя депиляция в этом случае только была, я недавно просто столкнулась на обучение с человеком, который одновременно проводит процедуру горячей бочки, очень интенсивный массаж, туда же у него было, по-моему, скрабирование, ультразвук зональный, правда, слава богу, и потом еще была парафанга в конце, да, то есть и вот такое послойное нанесение в принципе привело к очень такому плачевному результату, но автор вот такой вот методики хвастался о том, что у него за сутки клиенты теряют там по 3 килограмма вот когда такое нелогичное сочетание процедур и, кстати, у него там тоже была депиляция, сразу хочу сказать результат, клиентка у него поехала на скорой помощи, потому что выйдя из салона, она потеряла сознание, но правда она не прекратила ходить на процедуры и поэтому человек продолжал работать, к нам еще присоединились слушатели, так, да, то есть вот такое сочетание неприемлемо и еще очень часто мастера и мастера депиляции, и в основном потому что косметологи все-таки складывают процедуры более грамотно, да, очень жалуются, что после проведенных активно процедур, да, у клиента появились высыпания, опять же, волосы вросли папульного характера, да, вот не рекомендуется сочетать депиляцию с активными процедурами, с раздражающими процедурами, с чем можно и это будет так называемая процедура на выход. самый мой любимый вариант, который, в принципе, я очень давно практикую, мне нравится результат, потому что действительно иногда нужно клиента выпустить после процедуры депиляции, чтобы это было незаметно, и у человека может быть мероприятие потом, да, то есть это сочетание процедуры депиляции и альгинатной маски. Если особенно у чувствительных клиентов после процедуры депиляции, хотя обычное покраснение это естественный процесс после удаления волос, но есть особо реактивные клиенты, которым хочется его убрать. Есть специальные средства, которые есть у некоторых брендов, но например в случае риска опять же вырастания волос или какого-то раздражения, сочетание с альгинатной маской опять же в области подмышечных впадин, в паховые области, когда надо очень быстро убрать реакцию яркую кожи, плюс оказать какое-то дополнительное действие, которое не оказывает постуходовые средства после депиляции. что еще можно предложить клиенту опять же в сочетании с процедурами. Вот у меня написано энзимные маски у компании Гейтек, вы все прекрасно знаете, это тоже хит, у нас есть энзимная пектиновая маска, которую, например, я рекомендую выстраивать в протоколе депиляции, да, только отсрочив немножечко, да, то есть вот пектиновую можно на второй, на третий день в случае если нужно провести легкое отбеливание, не процедуру пилинга, да, а скорректировать цвет в паховой области, в подмышечных впадинах. пектиновая маска очень хорошо помогает, чтобы ликвидировать, да, риск врастания волос, если у вас нет в арсенале такой процедуры, в принципе, ее можно создать, у меня, например, есть, их никто давно не, точнее, мало кто позиционирует, то есть у меня, например, есть процедура омоложения подмышечных впадин, оно звучит очень смешно, но у многих клиенток от ношения тесного белья, от каких-то особенностей, я не беру гормональные изменения, но темнеет кожа в подмышечных впадинах и, как правило, очень некрасивая область смотрится со стороны в летний период, чем можно помочь, да, то есть на второй день после процедуры депиляции это можно сделать, опять же, энзимную пектиновую маску, она снизит риск образования там врастания волос, осветлит кожу, не отбелит, а именно осветлит кожу, и как процедуру депиляции саму, так и процедуру вот этого энзимного пилинга при помощи пектиновой маски, да, можно также закрыть альгинатной маской, к сожалению, компания гильтек альгинаты не выпускает, можно воспользоваться любым известным вам брендом, который вы любите, который вы используете, сразу хочу сказать, после депиляции не все составы, сейчас уже очень обширные составы у масок, не все составы стоит использовать, да, очень хорошо в зоне бикини и подмышечных впадин работают альгинаты, которые содержат там экстракты виноградных косточек или виноградных листьев, экстракты есть с сарникой, есть с ромашкой, и то, что касаемо, например, врастания волос, есть просто водорослевые, да, там с ламинарией, с фукусом какие-то альгинаты, да, что еще можно любой противовоспалительный компонент пожалуйста и снизит воспалительную реакцию, да, в области бикини, которая образовалась, например, после проведенной процедуры депиляции, да, и еще выполнит дополнительно какую-то функцию, да, в случае подтянет кожу, немножко осветлит. Единственное, после депиляции, если в составе альгинатной маски активной присутствует витамин С, да, хотя все равно можно. Вот, и после этого уже можно нанести средства, да, непосредственно либо завершающую процедуру депиляции, которая у вас есть в арсенале, да, либо что-то дополнительно, например, в случае средств гель-тек, я об этом уже говорила, это гель алоэ вера из серии бодики, да, который и поможет успокоить кожу, и увлажнит ее, и не даст образовываться врастанию волос, некоторые говорят о том, что, несмотря точнее на то, что он разработан, да, для электропроцедур, то есть это и миостимуляция, и ультразвуковая терапия по телу, да, то есть его состав позволяет очень хорошо использовать его после процедуры депиляции, чтобы очень быстро успокоить кожу, тем более гелевая система, да, то есть в летний период наиболее комфортно после процедуры, нежели какие-то кремы. И тоже мой любимый вариант, которым я пользуюсь достаточно давно, еще это было наверное с начала двухтысячных годов, да, когда стало модно делать процедуру ультразвуковой депиляции, на самом деле, кто с этим сталкивался, это озвучивание площади, да, свежепродепилированной при помощи энзимных средств, да, на основе папаина, были еще другие компоненты, ну, в основном, это вот как раз энзимные компоненты, и на что я больше всего обратила внимание на то, что после озвучивания на самом деле все очень просто и очень интересно, очень хорошо убираются покраснения, раздражения на коже, да, ну, и действительно средства, которые вы нанесли, они есть способность донести до матрикса волоса, да, то есть, если так, энзимные гели, да, тот же папаин достаточно сложно донести до корня волоса, то в случае ультразвука это можно сделать, да, но вот я обратила внимание на эту процедуру именно из-за состояния кожи после депиляции, и поэтому если вам нужно провести клиента очень быстро, да, и отправить его убрать все проявления депиляции, да, то есть, можно действительно озвучить зону, если это там бикини подмышки, то это прям 3-5 минут этого достаточно, если вы хотите совмещать это с процедурой быстрого, да, еще там дополнительно похудения, то тогда, допустим, вы провели процедуру депиляции, то есть, вот именно процедуру ультразвука лучше провести тогда после, вы провели процедуру депиляции, просто после ультразвуковых процедур достаточно сложно убирать волос, да, поэтому если вы собираетесь, например, поработать ультразвуком с областью бедра, то тогда лучше сделать сначала процедуру депиляции, да, отдепилировать ноги, закрыть процедуру маслом не обрабатывать, да, если вы делали процедуру при помощи воска, если вы делали процедуру при помощи шугаринга, да, там, сахарной пасты, то, собственно говоря, просто смыть остатки пасты, нанести обычный наш гель алоэ вера с коллагеном, да, и поработать немножко с той зоной целлюлита, там, с областью бедра, четко по протоколу, да, то есть, получается, там, от 10 до 20 минут, хуже не будет, будет только лучше, и поэтому, то есть, вот, в таких вот мелочах можно сочетать процедуру депиляции, да, и какие-то спа-процедуры, кстати, если вы будете делать обертывание, да, то здесь, вот, я уже говорила непосредственно про альгинатные маски на зоны, да, интимные и подмышечных впадин для того, чтобы убрать проявление депиляции, да, и клиент комфортно себя чувствовал, если вдруг получилось какое-то раздражение, да, то, допустим, если вы сочетаете процедуру депиляции и похудения, то это, вот, как раз тоже можно поработать в этот день с альгинатами, да, то есть, хуже не будет ни сочетания этих методов, единственное, горячее обертывание, да, какие-то агрессивные компоненты, там, экстракты перца, раздражающие процедуры с процедурой депиляции лучше не сочетать, да, и вот тогда можно действительно добиться и улучшения состояния после процедуры депиляции, и еще вы даете дополнительное действие, да, то есть, это похудение, да, коррекция целлюлита, состояние кожи прекрасное, да, и они не противоречат друг другу. Если быстро похудеть, да, за неделю, а, про массаж с депиляцией, да, то это все равно лучше делать накануне, и почему подготовка и домашний уход, да, то есть, для того, чтобы, например, отправить клиента на мероприятие накануне, конечно, лучше ему порекомендовать, да, то есть, сделать отшелушивание, не в день, уже повторюсь, многим везет, когда сочетают пилинг с процедурой депиляции. Кстати, очень много раз сталкивалось с тем, что удаление волос в области бровей, это все равно будет депиляция, да, сочетают с химическими пилингами. А потом клиент говорит, вот мне тут один раз брови пощипали, они у меня больше не растут. В принципе, это логично, потому что некоторые кислоты, да, в том числе и аха-кислоты, и ту же салициловую кислоту, как активные компоненты используют для замедления в препаратах, для замедления роста волос, и, например, сочетание процедуры депиляции бровей, да, плюс химический пилинг, в принципе, может дать не только раздражение активное, да, и еще и отсутствие бровей, ну, потерю бровей, там, где были удалены волосы, волосяной фолликул может просто не восстановиться. Дальше в качестве подготовки, да, отшелушивание или пилинг лучше сделать накануне, если это механические пилинги, то за сутки, если это какие-то химические, то, как мы уже говорили, там за два, за три-четыре дня нужно это все прекратить, если это не по лицу, мы сейчас про тело, да, отлично сочетаться будут лимфодренажный массаж с процедурой депиляции, кстати, лимфодренажный массаж можно включить в саму процедуру депиляции на этапе преподготовки. Здесь вообще очень интересно получается сама процедура, да, то есть легкий лимфодренажный массаж перед процедурой вы можете делать по очищающему средству, да, которое вы наносите перед депиляцией, да, если это не хлоргексидина, там, какие-то специализированные гели с антибактериальным эффектом, да, то есть вы делаете лимфодренажный массаж, тем самым обеспечивая себе более легкое безболезненное удаление волос, да, более чистую депиляцию, у вас не будет обрыва волос, если вы таким образом подготовите, во время депиляции, если вы таким образом подготовите клиента, да, и после массажа и даже у тех клиентов, у которых волосы практически растут вдоль кожи, близко прилегая, и с ними сложно работать, потому что приходится собирать эти волосы несколькими аппликациями, да, то в случае если провести лимфодренажный массаж перед депиляцией, волос будет подниматься вертикально и возможно даже с одной аппликацией вы удалите сразу весь объем волос. Это я говорю про большие площади руки, ноги, если кто-то работает со спиной, обычный лимфодренажный массаж, он обеспечит вам безболезненное удаление, удаление большого объема волос, да, ну и еще и мягкий эффект лимфодренажа, снятие отечности, да, обертывание, как я уже говорила, да, то, что все-таки сочетать горячее обертывание с процедурой депиляции даже накануне может быть не очень хорошо, поэтому горячее обертывание лучше проводить там дня за 3-4 до процедуры депиляции, да, ну и после, только тогда, когда кожа восстановится, а это на третий, да, день после процедуры. Увлажнение, питьевой режим поможет как быстро похудеть, да, так и опять же таки процедуре депиляции комфортно будет способствовать и улучшение состояния кожи, да, то есть не будет улучшиться состояние кожи, да, и волосы будут меньше вырастать, что, собственно говоря, нам и нужно. Пост-уход после процедуры, да, это обязательное увлажнение, да, чтобы не было пересушивания кожи, потому что мы все равно с вами роговой слой во время депиляции снимаем в любом случае, в любом виде депиляции, да, поэтому увлажнение нам обязательно нужно и защита кожи от ультрафиолета, то, что касаемо больших площадей и тонизация в дополнительном уходе, если еще мы с вами проводили какие-то методики, да, типа лимфодренажного массажа, да, или же, к примеру, если мы делали альгинат водорослевый, да, еще и работали с коррекцией фигуры. Что еще хотелось бы, наверное, здесь отметить, привести себя в порядок очень быстро, как по телу и по лицу, можно, ну, это, конечно, не поможет похудеть на немыслимое количество килограмм, там, это позволит скинуть пару-тройку килограмм и убрать отечность, если перед мероприятием, очень часто так пользуюсь и рекомендую и клиентам, и делюсь всегда с превеликим удовольствием с коллегами, то есть лучше за неделю хотя бы 3-4 дня не пить кофе, если кто-то не может не пить кофе, то хотя бы это будет черный, должен быть черный кофе без сахара, да, и исключить соленое и сладкое, сладкое обязательно, соленое тоже обязательно, если есть какие-то продукты, которые вызывают у вас отечность, да, то их тоже надо исключить, и тогда к моменту мероприятия, да, либо, допустим, если там через неделю лететь в отпуск, да, то есть, ну, во всяком случае, первое впечатление на пляже или же в какой-то ситуации вы сможете произвести, во всяком случае, влезть в платье, которые не того школьного возраста, да, а влезть в платье, которое чуть-чуть не сходится, да, или одеть брюки, которые чуть-чуть сидят в обтяжку больше, чем хотелось бы, да, то есть за четыре дня, максимум за неделю, отказав себе в кофе сладком и в соленом, принимая достаточное количество воды в течение дня, по поводу питья, кто-то говорит, что нужно пить два литра, кто-то говорит, что нужно пить три литра, кто-то литр, на самом деле, буквально накануне, это моя вообще любимая тема с водой, готова с вами вот в завершении нашего сегодняшнего вебинара поделиться, да, по поводу питья воды, все прекрасно знают, да, что это действительно улучшение состояния кожи, да, как у клиентов с проблемной кожей, так и клиентов с очень сухой кожей, и вода решает действительно большое количество проблем в нашем организме, прежде всего во внешнем виде, здесь на днях буквально я изучала этот материал и все-таки утвердилось в том, что я всегда придерживалась такой дозировки, это 30 грамм на килограмм веса, ну, соответственно, у кого-то это будет полтора литра, у кого-то это будет два литра, у кого-то и три литра, да, ну, вот где-то в такой дозировке, и потом воду пить нужно маленькими глотками, тогда не большими чашками, а именно маленькими глоточками, тогда, да, то есть она будет нести все те свои свойства, которых мы от нее ждем, да, когда большими дозами, например, там выпить сразу там 200-300 грамм воды, да, там больше чашки, это огромная нагрузка на почки, и можно сделать только хуже, кстати, некоторые клиенты и жалуются, да, вот я начала пить воду, я стала больше отекать, как следствие, да, то есть это не как следствие, а это действительно, как правило, большое количество воды сразу выпитого. Я надеюсь, что та информация, которую я вам рассказала, и те наши средства компании Гейтек, которые выпускают уже многие годы, поскольку я действительно и протестировала их в работе, и клиенты наши действительно несут хорошие отзывы, и мой опыт в работе с именно декоративными процедурами вам поможет в вашей работе, буду благодарна за обратную связь, потому что поздороваться наши клиенты, уважаемые коллеги, вы поздоровались, буду благодарна за обратную связь, я надеюсь, что информация и мой опыт были вам полезны в работе, во всяком случае, всем спасибо за то, за ваш интерес, за любовь к нашей продукции, на сегодня я с вами прощаюсь, и возможно до встречи на следующих вебинарах буду готовить вам очень интересные темы. вебинарах Продолжение следует...